И вы с Евгением знакомы свыше 40 лет, дружим, сотрудничаем, общаемся, исследуем миры, о которых Евгений сейчас будет рассказывать. Это его основное исследование, картографии мистического космоса, места силы, пожалуйста. И жизненной энергии. И жизненной энергии, конечно. Сейчас я поставлю. Первое. Текущий вопрос маленький. Спрашивали, где познакомиться можно будет с записями выступлений. Большой архив записей всех предыдущих конференций ТПП на сайте Transports.ru. Там же будет через некоторое время и материалы записаны на этой конференции. А вот здесь какой-то экранчик. Ну, просто растянут, конечно, храм. У меня... В этом нет. А, в карту. Вот, ну, сейчас я хотел остановиться на одном из очень важных для глубинной трансформации, для глубинной психотерапии направлении. Это картографирование измененных состояний сознания. Ну, дело в том, что, в принципе, любая трансформация, любая эволюция сознания – это некий путь. Это некая дорога. Дорога, причем, как правило, в многомерном пространстве. Ну, если мы отправляемся куда-нибудь в горы, в Гималайи, на Кавказ, на Алтай, туда глупо идти, не имея карты, не имея навигационных приборов и всего остального. Поэтому та же самая ситуация и с нашим внутренним миром, который гораздо сложнее, который имеет большее число измерений, чем три, к которому привыкли. И, соответственно, с картографированием этого мира. Здесь, конечно, огромная тема. Кроме картографирования, это технологии навигации, это различные психотронные технологии, много-много-много чего. Ну, сейчас я остановлюсь на более узком аспекте. Ну, первая картинка, это как раз картинка, связанная с традицией европейской алхимии, вот то направление, которое очень активно развивал Карл Юг, в каком-то смысле карпографирование по продолжению его работы. И вот здесь показан путь странника, человека-пелегрима, идущего по духовному пути, то есть путь каждого из нас, по большому счету. Вот путь, видите, это сложнейший лабиринт. Значит, кто-то проходит, кто-то падает. И в конце башня алхимика, башня духовную трансформацию, куда достигают уже те, кто этот лабиринт прошел. Поэтому, с одной стороны, нужен был некий духовный канал, вот видите, как ниточка сверху, некая духовная сущность дает эту энергию. С другой стороны, должна быть вот эта карта, вот этот лабиринт, который надо обязательно уметь пройти, не сбиться с пути. И, соответственно, вот это картографирование, это тема очень и очень древняя. Это тема, связанная и с шаманизмом, и с более ранними традициями, ну и практически со всеми мистическими традициями. Ну, просто вы представляли, насколько эта традиция... Ну, вот эта карта из шаманской традиции, это подлинная карта из книги Богораза Тана, Эйнштейна, религии, где-то вот это, начало 20 века, это чукотский шаман. Вот, собственно говоря, если вы посмотрите на любой настоящий бубен, как правило, бубен это карта. То есть, то, что он нарисован, это карта тонких миров, по которым путешествуют шаманы. Ну, и, соответственно, бубен это своего рода лодка, транспортное средство, на котором он летает. И вот, соответственно, здесь у вас классическая шаманская картография, привязанная к звездному небу. Вот центр – это полярная звезда, это у нас Луна, это у нас Солнце, и, соответственно, три слоя этого мира – нижний, верхний и средний. Тот мир, в котором мы обычно находимся. Ну, и, соответственно, если об этом говорить, как бы две традиции, где наиболее развито это картографирование было, это индуизм и тантрический буддизм. Особенно традиция кала-чакры. Ну, и вот я покажу, как это реально выглядит. Вот это вот реконструкция космоса кала-чакры, это вот из работ Хаддингтона. Вот вы видите здесь та же самая структура трех миров, но уже несколько более сложная, потому что каждый из них расписывается как более сложная структура. Поэтому, говоря современным языком, мы имеем дело с фрактальными множествами. Множествами, где каждый элемент располагается на множество более сложных. Соответственно, каждый из них опять, и так это для бесконечности буквально идет. И, в общем-то, здесь мы видим как раз общую структуру, которая универсальная для всех картографических систем. То есть, ось мира, вот она, Гарамеру. Соответственно, значит, нижние миры, там, адские миры, миры нижних духов, претолоками, долудных духов. Средний мир, это наше пространство, вот он здесь изображен. И верхние миры, начиная с горы Меру, ее вершины, и выше, выше, выше. Ну, и, соответственно, значит, когда мы смотрим на средний мир, а средний мир для нас особенно важен, потому что это тот мир, где мы с вами как раз обитаем. Поэтому знать его как бы как раз надо в первую очередь. Да мы видим достаточно такую вещь непонятную. Ну, вот мы с Володей по образованию физики закончили физтех, в этом смысле докапываемся до любой ситуации, просто на картинке не останавливаемся. Ну, вот так, физика по образованию, кибернетика, сразу же, значит, несколько задачила одна схема. Но средний мир, он описывается в буддистской традиции, традиции более ранней индуистской, традиции Адхит, Харма Коши, как некое, значит, пространство, мировой океан, четырехмерный, естественно, где находятся четыре континента. Вот они. Раз, два, три, четыре. И они изображены фигурками треугольник, круг, квадрат и полукруг. Значит, соответственно, вот наш мир, он ассоциируется с южним континентом Джамбудвитом. Вот он, видите. Вот. А он фокус там можно сделать чуть-чуть уху? Нет, к сожалению, только увеличить можно. А, понятно. Ну, ладно. Ну, видно, да? Вот, соответственно, значит, южный континент Джамбудвита интерпретируется или как вся наша планета Земля, или как Индия. Потому что действительно он похож на Индию. Сейчас мы посмотрим. Вот, видите, эта карта. Значит, соответственно, вот видите, Индия, она имеет в плане форму треугольника. А если откатить назад, в предыдущие геологические эпохи, когда еще это был плавающий континент, Ямалайи образовались из-за наряжания этого континента на Азию, выкачались, то, соответственно, мы видим в чистом виде этот треугольник. Ну, и, соответственно, вот если порыться, значит, там в китайских первоисточниках тоже говорится, что всего четыре континента. Это вот знаменитая книга «Путешествие на запад». И вот герою Сунюкун, он как раз переплывает один из мировых океанов, чтобы попасть к своему мучителю. Соответственно, там говорится о четырех континентах. Вот, ну, вот, получилась такая, как бы, вещь немножко неоднозначная. А в то же время очень важно понять, что это за континенты, где они находятся, для того, чтобы правильно интерпретировать и образы, которые возникают в измененном состоянии сознания, и огромный опыт такого, значит, психотрансформационного переживания, который описан в великих эпических произведениях древности. Это Раманьяна, это Махабхарат, это тоже «Путешествие на запад», это, соответственно, скандинавская традиция «Эдс». Ну, в общем, долго их перечислять, потому что такие великие книги есть везде, но, как бы, картография там примерно на этаже, очень похожая. Где-то более детальная, где-то более размытая. Вот, и, соответственно, я вначале, значит, пытался нарыть эту информацию в буддистских первоисточниках, и уже, так сказать, когда был в Дарамсале по приглашению в святершество, общался с профессурой университета Дарамсалы. Вот, никто дальше не знает. Вот, на этом уровне, что вам рассказать. И потом, значит, я решил порыться уже в индуистских первоисточниках. Объясняю, почему. Значит, если мы возьмем древнюю традицию, то ситуация в том, что буддизм, христианство и далее – это молодые относительно религии, ну, по историческим местам, которые возникли уже в Кали-югу. То есть, Кали-юга, она датируется как раз от паечания Махабхара, это где-то примерно 5000 лет от настоящего момента, то есть, 2000 лет до нашей озеры. Вот, и, соответственно, период до, он качественно отличается, потому что, когда произошла Кали-юга, вот, опять же, в первых текстах индийских описано, резко заблокировалось наше пространство. То есть, место, где мы живем, оказалось изолировано от других пространств Среднего мира. И, соответственно, когда создавался буддизм, уже вот это картографировано шло из этого изолятора. То есть, мы как бы в клетке сейчас сидим. Поэтому в ранних источниках там эта картина гораздо шире. То есть, если вы почитаете, опять же, ненвежеский пересказ, подлинные тексты Рамаяны, Махабхараты, и вывели это постоянные ссылки на путешествия в некие параллельные миры нижнего и верхнего пространства, в теснейшую связь с цивилизацией людей, с обитателями этих миров. Ну, скажем, такой вот эпизод, когда Пандавы строили свой знаменитый дворец, его строил обитатель одного из него в Белосварге, Майя Данавы, великий архитектор. И эта раса Данавы, это не люди. И вот он был самый величайший дворец, который существовал когда-либо на земле. Это Махабхараты описано. Опять же, значит, и про Майяны, и Махабхараты постоянно описываются сражения на летающих аппаратах виманах. Ну, то, что мы называем современным МНЛО. И так далее, и так далее. Это у других народов, у тех же индейцев Хопи, постоянно упоминаются виманы. И они все приходят из этих вот пространств. Поэтому знать, где, что, откуда, очень важно. Тем более, что часть пространств имеет явную демоническую направленность. То есть, в наш период предапокалипсиса, предшамболинской войны, уровень обмана, он резко возрастает. И вот наша ситуация, конечно, в нашем смысле оказывается достаточно опасной. И если, значит, мы посмотрим на индуистские первоисточники, то картина оказывается уже очень сильно более сложной и более понятной. Сейчас я вкратце расскажу. Сейчас мы как бы с вами остановимся именно на среднем мире. Потому что тема картографии, так сказать, нескольких дней не хватит хотя бы минимального времени рассказать. Значит, ну вот это, чтобы вы представляли сложность этого пространства, это реконструкция компьютерной карты Вселенной по тибетским первоисточникам. Это я сделал уже, когда комбинирую эту информацию. Видите, здесь эта система включает миллиарды миров, таких как наш и немножко других. То есть, это в голове не укладывается. В то же время она вся находится в центре ладони, в точке Лаугун, у Будды Важраяна. То есть, вот эти как бы пространственные вещи, которые характерны для современной физики, они были в древности известны. И вот модулем этой системы, как бы ее таким квантом, атомом, является так называемая четырехзвенная система. Давайте я в груди увеличу, что не идет. Потом мы о ней подробнее поговорим. Нажимай и веди. Нажимай. Нет, что там? Или на центре нужно? Просто одной рукой нажимай, и тут нужно. Вот обычно вот так, да. Здесь вот что-то резко. Просто вот так вот. А, вот, да, отлично. Ну вот она, внизу, видите, вот эта четырехзвенная система, значит, та же самая структура, о которой мы говорили, ось мира, мэро, верхние миры, миры богов, многомерные, их множество, и, соответственно, вот это вот средний мир. Двумя одновременно, да, не нажимая. Вот это вот как раз вид среднего мира. И вот, значит, возвращаясь к нашему прежнему описанию, значит, мы видим вот эту базовую схему, это называется космос Абхидхарма Коша, как бы предшественница уже более поздних традиций калачакры. Это где-то второй-третий век нашей эры. Значит, вот земля, Джамбудвита, нижний мир и под ней, ось мира и так далее. Вот сверху вам как это выглядит. Теперь, значит, как эта схема выглядит, если обратиться к индийским первоисточникам, индическим. Значит, мы видим, что средний мир оказывается невероятно сложной конструкцией. То есть он включает такие коаксиальные острова, они коричневые, вот сюда, и между ними океаны. Единственное, что здесь у меня схема ужатая, потому что по канону каждый следующий остров в два раза шире предыдущего. Ну, то есть на экранах оно точно не поместилось, поэтому это в таком лагеритмическом масштабе сделано. Вот. И вот, собственно говоря, каждый из этих островов очень интересен. То есть это отдельный мир, отдельное пространство. И, соответственно, мир Джамбудвита это вот как раз центральный остров. Вот он где находится, видите? Вот. И он разбит на 9 частей. Они называются Варшами. То есть мы с вами живем не на Джамбудвите, а в Харата-Варше, одном из этих маленьких кусочков, которые находятся в южном направлении. Сейчас я вам покажу подробнее. И картография здесь, видите, немножко уже меняется в этом варианте. Сейчас я эту штуку притащу. Вот. Видно, да? Значит, это вот Джамбудвита. Здесь остальные острова не показаны. Под ней находятся семь миров Белосварги. Ну, это то, что, скажем, в Задерике называется Нижний Астрал. Вот. У Данила Андреева это мир Игов, пророков. Вот. И уже еще ниже находятся адские миры. А мир голодных духов, притал Лока, он находится немножко сбоку. Вот. Главное воздействие на человека в наше время, ну и раньше, оказывали вот эти два мира. Все миров Белосварги и притал Лока. И оказывают теперь еще больше, потому что для притал Локи сейчас открылся совершенно потрясающий канал, связанный с виртуальной реальностью. То есть вторжение сейчас идет уже не во сне, не в видениях, не в наркотическом трансе, как было раньше, а у экрана компьютера, у экрана смартфона. То есть это на самом деле приборы аналогичные с шаманским бубом. Столько разница, что шаман понимал, что такое бубен, умел им пользоваться. А современный неофит, который пользуется гаджетами, не понимает, не знает, что это такое и по сути дела попадает под сильнейший канал ченнелингом, подселение. Ну и результат мы видим. Массовые убийства, соответственно, полная деструкция, которая наступает у людей, которые попадают под эту зависимость. Все эти группы смерти, ну и дальше можно по сути с удовольствием. Поэтому вот эти миры очень надо четко понимать и знать. Ну и про Белосбарку я уже говорил, значит, оттуда идет вторжение, о котором говорится во всех этих древних эпических произведениях индийских, откуда приходят летающие тарелки, вельманы, откуда попадают некие, значит, наставники темного магического искусства. Это все как раз вот эти самые донавы. Причем уровень донавов, ну как бы их магического оккультного воздействия, можно опять же судить по великому эпосу Рамаяна. Ну помните, значит, этот эпос, он датируется в индийской хронологии примерно миллион восемьсот тысяч лет назад, что, конечно, в современную научную хронологию не укладывается, но очень много дологов, что это правда. Включается знаменитый мост Рамы, по которому армия вайнеров, обезьян по-нынешнему, на самом деле это отдельная цивилизация, перешла с Инди на Шри-Ланку. Он реально существует, как геологическое образование, его видно на спутниках, фотографиях. И он датируется как раз порядка миллион шестьсот, миллион восемьсот тысяч лет. То есть, как бы, вплоть до материальных свидетельств. Вот, и, соответственно, что интересно, Равана с помощью своих сферспособностей смог захватить не только землю, но и все миры сансары. То есть, шесть миров сансары. Миры богов, миры голодных духов, адские миры и так далее. Но, единственное, кого он не смог захватить, это мир Донавы. Это четвертый мир Досваки. То есть, Донавы, они с ним, это тоже разновидность асуров, это не люди. Ну, то, что называется в Скандинавии, в Ирландии, в Ферри. Их различают очень просто, острые уши. Сейчас на этих во всех картиночках они такие добренькие эльфы-феи. На самом деле и в Сотландии, и в Ирландии, где много путешествовал, многие экспедиции проводил, несколько их панически боятся. Там никаких добрых фей нет. В 19-м веке сказочку уже придумали в университом формате. Реально, это враждебные людям существа. Они как бы не такие откровенно враждебные, как Ракшасы, но людей тоже не любят и могут детей посещать, убивать людей, забирать каких-то людей провалы во времени и прочее. Вот как раз и Данавы, и Ракшасы это порода Ашио, не человеческих раз. И вот как раз именно вот эти Данавы, они прорываются постоянно на Землю. Причем прорываются используя техники генной инженерии. Это вот как раз подробно описано у того же Данила Андреева в «Грузии мире». Соответственно, создать некого гибридного монстра, потому что в пространстве, где живут Дановы, оно обладает другой физикой, они на Земле жить не смогли, но это будет слишком холодно. А вот создать некий гибрид и потом туда подселить душу Данова, это вполне реальная задача. Поэтому сейчас единственная область науки, которая активно развивается, это что у нас? Генная инженерия. Естественно, кто этим занимается, не понимает, для чего это делается, но те, кто стоит в руле, они совершенно четко избирательно это финансируют, потому что готовится к вторжению вот этого некрочеловечества. То, что опять же и в христианской традиции предупреждение об этом есть. Знаменитую книгу читаем «Апокалипусы Богослову», где-то все вещи описаны. Ну вот, соответственно, значит, мир Данова очень важен для нас. Опять же, постоянные летающие тарелки, процентов 90 из этих тарелок, это как раз выходцы из мира Данова. Поэтому знать эту картографию очень-очень важно. Ну и, соответственно, если мы посмотрим уже структуру Бхаратаваршу. Жамбутбиты. Ага, вот она. Вот это вот как раз Жамбутбита все целиком и ее 9 частей. Значит, здесь у нас вот седьмая на юге находящаяся Бхаратаварша это то, что мы называем нашей землей. Причем, реально, мы, видимо, воспринимаем где-то одну десятую Бхаратаваршу. Значит, соответственно, 9 десятых они для обычного человека закрыты. То есть, ее видят уже люди с внутренним взором, могут путешествовать по ней, для которых это пространство открыто. Ну, там же находится та самая Шамбала, которую мы все слышали много раз, которую ты читал, наверное. А уже вот дальше находятся другие миры. Бхаратаварши раньше они были все доступны в предыдущих югах. Но как раз окончание третьей юги, которое произошло в период Махабхараты, закрыло все эти проходы. А раньше в цивилизацию людей во времена Рамаяны входили все 9 варши. Тогда человечество жило 10-15 лет, каждый человек жил, и техпособности были. И последнее, значит, что закрылось, это ближайший к нам миру называется Кимпурушаварши. Кимпурушаварша это как раз мир, где обитают вайнеры. Опять же, в быту называют обезьянами, это, конечно, не обезьяны, это цивилизация еще более древняя, чем человеческая, и ее обитатели, они похожи на обезьян. соответственно, все остальные 8 варш, они в себе сохраняют как бы стандарты жизни, которые характерны были для второй юги. То есть, их обитатели живут 10 тысяч лет, они не стареют, не болеют, они находятся в сверхкомфортных условиях, то есть, им не нужно заботиться о пропитании, о выживании, и все остальное и прочее. И они обладают такой способностью слишком сильно не размножаться. То есть, у них женщина беремене за год до смерти, ожирает одного ребенка и уходит из-за гонера. Опять же, в этой традиции считают, что большое размножение характерно для более низкоорганизованных существ. Если мы посмотрим по эволюционной ситки-почки, собаки, кошки, свиньи, они несколько раз в году беременены. Если мы посмотрим тех же змеи, то у них уже сотни детенышей за один раз. Если мы посмотрим рыб-масекомых, то там уже миллионы. Соответственно, в этих пространствах проблемы перенаселения нет, то есть, такая сбалансированная и вроде бы райская земля, но считается, что самое благоприятное является рождение в Харата-Варшаве. Потому что здесь, в силу того, что достаточно жесткие условия, не такие жесткие, как в таких мирах, у человека есть возможность заниматься духовным ростом, трансформацией, переходом. В мирах остальных тоже люди есть, которые занимаются духовными практиками, но там слишком комфортные условиями. Как из-за ленивых, сами знаете, человек ленивое существо, мало кто этим занимается. Хотя там такие продвинутые существа есть. Ну и вот, соответственно, если мы говорим о Ким-Пуруши, то людям туда проникнут нынешний период Кали-Юги невозможно в физическом деле. Но их обитатели сюда периодически проходят. Доказываетесь, что это? Снежные люди. То есть, снежные люди, Йети. То есть, в горах как раз есть очень много проходов. Поэтому их видят обычно в горах. В первую очередь в Гималаях, потому что они переходят в четырехмерные Гималаях, которые деляют миры варши. Так что все там измерения происходит. И, соответственно, в других более мелких местах. У нас на Кавказе, на Алтае тоже масса рассказывает о Йети, о снежных периодах. Вот это как раз обитатели Ким-Пуруша варши, которые сюда заглядывают, какие-то свои вещи делают и возвращаются обратно. опять же, в Тибете, если вы там бывали, для местного населения Йети это вполне реальный персонаж. И, соответственно, там люди с Йети постоянно взаимодействуют, делают подношения, обряды, ритуалы, какие-то образы для того, чтобы с ними находиться в постоянном контакте. Поэтому к концу времен наша цивилизация будет получать обратную помощь из этих миров, в первую очередь из Ким-Пуруши. Потому что один из персонажей Рама Яна, великий воин Хануман, ближайший сотрудник Рама, его друг, ученик, он до сих пор живой. То есть, когда Рама ушел, он попросил Ханумана остаться на земле и подождать его возвращения в период Калинии. И, соответственно, он сейчас является королем Ким-Пуруша Варши. И когда наступит апокалипфир, Шамбалинская война, вайнеры придут сюда на помощь. Надо помогать. Ну и, соответственно, контакты с вайнерами, кто понимает, это тоже речь, которая может быть благодетельной, может быть помощи и так далее. Ну и вот сейчас я просто покажу реальные образы обитателя этих пространств, которые я сам лично зафиксировал. Вот. Это фотография плазмоидов. Значит, вот смотрите, это фотография, которую я сделал на озере Байкал два года назад. Как раз в этот период мы вместе с моим другом учителем в Вадиме и очень мажажей наш внешний повод, к сожалению, сейчас уже умер, писали книжку про явление МЛО, которая отображалась в иконографии от индуизма до христианства около с огромное количество. И вот как раз я просто фотографировал другую сторону Байкала, там она ниточка, а в результате получилась вот эта фотография вот сейчас вот значит, смотрите, вот эта фотография плазмоидов. Видите, как он выглядит, да? Немножко на медузу похож. Вот. А предыдущая фотография, в смысле, следующая фотография, вот она, это сделано через секунду. Я сейчас на глазами этот плазмоидов не видел, как я фотографировал. Вот обратите внимание, даже видно подсвет, здесь у нас темный цвет травы, грунта, здесь ярко-зеленый. Это о чем говорит? Там, где у нас плазмоид, идет очень мощное излучение инфракрасное. Почему камера снимает плазмоиды? потому что она в чувствительном инфракрасном спектре. И, соответственно, идет мощная подсветка. Через секунду плазмоид исчез, и автоматическая камера она тут же перестроилась под другое освещение. Свет и Байкала, и вот эта ландшафта изменился. А теперь посмотрите, значит, это изображение из собора с Хорвеля Друзья 16-й век. Видно? Там единственное, что тут еще лицо видно. Сейчас я вам что-то сделаю. Внутри пола конкурса. Вот. примеры реальных посетителей из этих миров. Ну и опять же, значит, тут появляются очень мощные инструменты для интерпретации видений и образов, которые человек видит изменил состояние сознания. Скажем, очень распространенные видения, связанные с образами надо, то есть смеи подобных существ. Ну, опять же, и в китайском фарклоре, и в индийском, и в киберском огромное количество текста насчет этого дела есть. Ну и, как ни странно, в нашем тоже, в нашем фарклоре это великая книга о сказке Бажово. Я на них действую, но считывалось как Бажово. Да, ну, хозяйка Медной горы, вот это надо, чисто, чистой воды со всеми свойствами, качествами. То есть, наги, они не всегда людям враждебны, но не жесткие. То есть, если человек что-то делает не так, наги его наказывают, и человек тоже может погибнуть. Вот, поэтому, опять же, возвращаясь к теме картографирования, вот, чтобы отправляться в серьезное путешествие, естественно, надо знать карту, куда вы собираетесь не так. Надо создавать совчищенное пространство, в котором вы выходите, чтобы ваше тело не стало добычей кого-то из претологии, голодных духов. Дальше, надо иметь напор психоэнергетических инструментов, ну, начиная от мудр, мандалы и так далее, которые вы можете защититься и избирать на воздействие на тот мир, который вы поднете после своих погружений и трансформации. И только тогда будет как бы минимальный комплект безопасности. Вот, чему приводит просто погружение в измененку, ну, посмотрите историю того же спиритизма, который возник в Америке, это знаменитые сестры Фокс, потом он по всему миру разошелся, ну, и в каком-то смысле из этого пошло нынешнее контактерство, очень популярное в мире. Вот это все как раз следствие с контактов с голодными духами, которые принимают за духовных учителей, за носителей какого-то древнего знания, от алхимии до акапбола, сейчас масса таких сект возникла не венеджевских, контактерских, которые, естественно, традиции духовных какого отношения не имеют. Чтобы не стать жертвой таких вещей, надо все это дело понимать и знать, только тогда можно заниматься, в первую очередь, конечно, практиками духовного роста и, соответственно, и серьезными техниками психотерапии. Если вы почитаете великих наших ученых, которые работают в лоджи трансперсональной психологии, это, в первую очередь, Карл Юнг, Вильгель Мрай, Боснак, Стэн Гроф и так далее, вы везде увидите как раз это где-то она подчеркнута, где-то нет, но опасности реальности вот этих всех пространств миров они везде описаны. Ну и, конечно, еще один важнейший факт это умение работать с жизненной энергией. Вот, может, на круглом столе немножко эту тему захватим, потому что всем очень интересно, я много лет занимаюсь тоже. Ну и, опять же, она во всех глубинных традициях является центральной. Индия, Китай, Тибет, жизненная сила, Франция. Большое спасибо. Я очень извиняюсь, вопросы на круглом столе отложим ко всем участникам. У нас сейчас перерыв, 15 минут, затем будет круглый стол тела и эволюции, которые будут вести у нас только что пришедший Александр Жвакин и Герман Корейский, а участвовать Евгений Файдыш, Дмитрий Шеменков, вы слышали его доклад, и Марс Сары. Он тоже будет выступать из мастер-класса, вот тоже выдающийся врач. Да, вот здесь будет круглый стол. А сейчас перерыв и неформально вы сможете узнать, у тебя книжка с собой есть? Должна прийти была.